Дина Рубина. По субботам. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада нашей встрече! Откровенно говоря, я собиралась сегодня поговорить о книге, которую сейчас читаю и которая меня ужасно бередит. Это книга Харуки Мураками «Писатель как профессия», но сворачиваю совсем в другую сторону, на иную, так сказать, колею. Решила поговорить о нашей свободе слова. Не в политическом смысле, это не моя область интересов. А вот буквально поговорить о нашей свободе выражать свои чувства и мысли, не оглядываясь на так называемую общепринятую мораль. Дело в том, что выступая пару дней назад перед своими читателями в одном из небольших городов севера Израиля, я получила записку, какие время от времени получаю в самых разных странах и самых разных городах. «Ну что ж вы прям как губерман!» Это я прочитала на сцене, так как всегда все записки разворачиваю тут же и читаю вслух, дабы не отвертеться от ответа. А еще женщина. Ну, есть темы, на которые я отвечать заточена, и дело не в том, что вот уж на это ответить легко, даже и с научно-филологической точки зрения. Достаточно вспомнить сказки Афанасьева, Баркова, непричесанные цензурой высказывания известных людей, изъятые при советской власти отрывки из писем Чехова, Пушкина, Куприна, да несть, что называется числа примером. А вот дело в том, что эта ханжеская мина с поджатыми губами святоши вновь воцаряется в общественном сознании на совершенно уже официальном уровне. Помилуйте, на обложке любой из моих книг сегодня красуется эта мерзкая нашлепка, содержит нецензурную брань. А сама книга запечатана в целлофан. Ну, тут мне всегда вспоминается блистательная Фаина Георгиевна Раневская, которая, как известно, великолепно владела словом, нужным словом, которые сверкали, просто сверкали в ее речи. Есть ведь известный случай, когда однажды она встретила идущего навстречу по улице Николая Эрдмана. «Куда ты идешь, Коль? Ты куда?» «Да вот, — говорит, — Фань, ты знаешь, пригласила меня в гости Татьяна Львовна Щепкина-Куперник». «Ой, Коль, возьми меня с собой!» «Нет, — говорит, — нет, — говорит Фань, — я не могу. Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, потрясающий переводчик, дворянка, подруга Чехова, ну как я могу тебя взять с собой? Ты ляпнешь что-нибудь там в своем духе». «Коль, пожалуйста, возьми, я молчать буду, я слова не скажу, ну клянусь тебе, возьми!» «Ну ладно, идем». И они пошли, приходят, а там уже все готово к чаю, к чаепитию, и серебряные столовые приборы, и фарфор мейсинский, и вокруг стола сидит целая плеяда, видимо, подруг Татьяны Львовны, это все старые дамы, это все накрахмаленные блузки, лорнеты и так далее, и так далее, и начинается чаепитие, очень вкусный пирог, венца опять-таки подали. И Татьяна Львовна начинает рассказывать, вспоминать, начинает об Антоше, Антоше Чехове, Антона Павловича Чехове, как он страдал бедный, как он болел в конце жизни. Вот. А Ольга Леонардовна, жена его, Книпер Чехова, она не торопилась приехать в Крым, она не торопилась слиться, так сказать, с Антоном Павловичем, она играла на сцене, у нее были романы, она крутила, так сказать, разные интрижки. И вот в этот момент Фаина Георгиевна Раневская, которая в то время была просто Фаинчика Раневская, которая к тому времени уже пригубила и, прям, скажем, употребила достаточно венца, разогрелась, размякла. Она всплеснула руками и своим неподражаемым басом воскликнула. «Татьяна Львовна, что же это получается, что Ольга Леонардовна была, блядь?» И, произнося это ужасное слово, как ей казалось, она замерла, застыла и поняла, что сейчас ее спустят с лестницы. Ужасно испугалась. А Ольга Леонардовна, вернее, Татьяна Львовна, щепки на куперник, она всплеснула своими, так сказать, сухонькими ручками, сложила их на груди и сказала, «Блядь, матушка, блядь». Вот такой замечательный случай, и хотела бы я знать, каким словом можно заменить это емкое, прекрасное, абсолютно четкое слово, которое определяет очень многое и которое по смыслу вбирает в себя очень-очень много разных оттенков. Помнится, не так давно на моем выступлении в Санкт-Петербурге моя подруга услышала в фойе разговор двух почтенных дам. «А мне не понравилось», — говорила одна, «это Рубина произносит все слова». «А что же вы хотите?» — отвечала ей другая. «Все эти писатели — такие приземленные люди». Я расхохоталась, когда она рассказывала это и подумала, поговорила бы эта пуристка языка с Буниным Иваном Алексеевичем, который, как известно, был великим знатоком и активным пользователем крепкого русского слова. Известно, что когда Бунин получил Нобелевскую премию, он решил отметить это в небольшой компании друзей, и, будучи в Париже в то время, заказал столик в ресторане. Надо сказать, что они вызвали такси и слегка опаздывали. И Бунин очень нервничал, он сидел на заднем сидении и довольно активно выражал все это неким потоком известных слов. Надо сказать, что в то время таксисты были, как правило, сплошь и рядом русские офицеры. И вот эта огромная спина в кожаной куртке впереди Бунина незыблемо за рулем, молча, наконец, доехали. Поворачивается этот водитель, шофер, и говорит, «Ну, господин хороший, я пять лет на флоте прослужил, но такого я не слышал». На что Бунин воскликнул, «А как вы полагали, милостивый государь, я почетный член Российской академии изящной словесности». Вот так-то. Я всегда рассказываю эту историю. А замечательную поучительную историю рассказал мне приятель Аркаша, который в свое время инженер в Советском Союзе работал экспертом по оценке ущерба в разрушении зданий. Кажется, так называлась его работа, точно не помню. Получив заявку на ремонт, начальник главка посылал Аркашу на место, откуда пришла заявка, чтобы тот составил смету, определил стоимость ремонта и так далее. Однажды утром он явился на работу, и начальник говорит, мол, Аркань, давай гони Невский 34, последний этаж в одной квартире, в коммуналке у старушки. Какой-то ужас происходит в комнате, там что-то треснулась стена, и вообще там какой-то кошмар. Давай поезжай, создавь смету. В общем, чтобы все там, одной ногой там, другой здесь. Ну, поехал Аркаша, говорит, я нажимаю на кнопку звонка, выходит совершенно такой эльф, голубая седина трепещущая, маленькая сухонькая старушка, великолепный такой воротничок, брюссельские кружева, нежная, такая трепещущая старушка, совершенно, говорит, из прошлого времени. Здравствуйте, молодой человек, я так рада, что вы пришли. Пожалуйста, заходите, заходите. Вы знаете, такой ужас, такой ужас, просто совершенно невозможно даже видеть это. Вот я захожу в комнату, и действительно, я такого еще не видел. Просто через всю стену идет трещина, сквозь которую видать движение машин на Невском. И он говорит, я когда это увидел, я не выдержал, и воскликнул, ой, ёп, и замер, потому что я понял, сейчас будет что-то чудовищное. Во-первых, меня, значит, заказчица, эта старушка, это выгонит, спустит с лестницы, напишет жалобу начальству, конец моей деятельности, выгонит с работы, в общем, ужас и всякое такое. А старушка помолчала и сказала с достоинством невероятным, молодой человек, не умеете, не беритесь. Вот как это должно звучать. И дальше, говорит Аркаша, я услышал, знаешь, это были какие-то невероятные брюссельские кружева, это была венецианская парча, это были какие-то гирлянды, это был поток драгоценностей, это было специально вывязанное какое-то панно из вот этих вот слов, которые мы все знаем, но так искусно собранных. Он говорит, я замер, замер. И она сказала, идёмте, я вам что-то покажу. Подвела меня к книжному шкафу, там на полке стоял четырёхтомник русского мата, великолепно изданный, стеснённом золоте-переплёте. И она сказала, это мой четырёхтомник, я автор его, я написала его по заказу Кембриджского университета. И ты знаешь, говорит Аркаша, вот столько лет прошло, и я до сих пор помню, когда я вышел из этой квартиры, я был так потрясён, что полгода я не мог произнести ни одного слова из вот этого благословенного слоя русского языка. Мне было просто стыдно своего убогого владения этим предметом. А что касается той самой записки «Ну что ж вы прям как губерман», я могу только вспомнить, что однажды получила прекрасный урок внутренней свободы именно от Игоря Мироновича, с которым мы давно и нежно дружим. Как-то к 9 мая, к Великому Дню Победы над Германией, нас обоих пригласили выступить на каком-то концерте для ветеранов войны. Глянула я в зал из-за портьеры, и как-то скисла. Публика сидела очень пожилая, торжественная, под люстрами сияли ордена и медали. У меня-то программа была довольно легкомысленная, а что там собирался читать Игорь Губерман, это я прекрасно представляла. Публика-то уважительная, вон генерал на генерале. Сомнением сказал я Игорю. И тоже он глянул в щелочку, подсокол языком, сказал, «Да что ж, придется программу менять». А когда объявили его, вышел и прочитал ровно то и без единой купюры, что и намечал прочесть. И знаете, полагаю, что все сидящие в зале фронтовики в окопах такое слыхали и такое сами произносили, что пару зарифмованных хуёв в стихах Игоря Мироновича Губермана спокойно перенесли. Должно быть, радуясь, что дожили до этого дня. Да, ну, честно говоря, я употребляю. Кажется так, говорили на Руси степенные алкоголики. Нет, ну, бывает, что по своему темпераменту человек вполне способен оставаться в рамках конвенциональной лексики. Его душа просто не требует большего накала эмоций. Это как диапазон певческих голосов. Кто-то берет верхнее ми, а кто-то и доля дотягивается. Понимаете, слово – это энергетический сгусток. Бывают ситуации, особенно за рулем, когда обычных слов для вербального изъявления эмоций просто не хватает. Тогда, чтобы вас удар не хватил, надо ругнуться, сбросить напряжение. Очень помогает в жизни. А в прозе – это сильная краска, и ей надо пользоваться умело. Просто надо помнить, что неформальный слой языка существовал издревле. Им не брезговали великие писатели, художники, актеры, дворяне, императоры. Сколько дивных баек актерских существует на эту тему. В советское время в устной обыденной речи эта часть заповедного языка вполне использовалась, причем отнюдь не только работягами. И отнюдь не только в анекдотах. Вспоминаю рассказ моего друга, архитектора. В 80-е годы в Институт градостроительства КГБ попытался внедрить своего человека. Явился в отдел кадров такой стерильный молодчик со стертым лицом в сером костюме заявление написал. Прошу принять меня на должность архитектора. Директор института, доктор наук, профессор, лауреат госпремии, автор монографии и прочее, прочее, прочее. Ну, кроме всего, отличный крепкий мужик прочел это заявление и написал поперек листка резолюцию, послать этого архитектора в пезду. Ну, разве это не единственная верная реакция подлинного интеллигента и, главное, внутренне свободного человека? Кроме того, в любом иностранном языке можно наткнуться на слова, напоминающие русский мат, по смыслу вполне невинные. Ну, что тут поделаешь, бывает так, в Голландии, например, на приветствие горничной в отеле «Хуй, Морген», я вежливо отвечала «Морген, хуй». А уж вы врите, боже, вот уж где полный набор подобных сюрпризов. И по приезде в Израиль мне приходилось в такие ситуации попадать, что небо казалось в клеточку. Я помню, вот мы только приехали, бедные, безденежные, тут зуб заболел. Ну, бывает. И мне говорят, друзья, ты знаешь, вот там недалеко от вас, в Рамоте, там такая-то улица, работает, дома у себя принимает на дому замечательный дантист Фанчика. И она делает скидки замечательные новым репатриантам. Давай, вот мы перезвоним, мы вас свяжем туда-сюда. В общем, короче, в одно прекрасное утро, а именно на следующий день. Я, конечно, поскакала к Фанчике, потому что ночь была бессонная, зуб ужасно болел. И она оказалась бывшей ленинградкой, человеком очень-очень нежным таким, таким, знаете, мягким, таким чудесным, улыбчивым. И всё она с какими-то ласкательными суффиксами произносила. Диночка, пожалуйста, да-да, я читала, читала ваши книжечки. Пожалуйста, садитесь вот в креслице. Я села, взгромоздилась. Ротик, пожалуйста, откройте. Да-да, вот здесь мы, значит, дырочку сделаем. Да-да, здесь мы пломбочку поставим. Давайте вот ваточку зажмём. Да, и вот это вот всё происходило. Я как на небесах была, она витала надо мной, как белый ангел. Ну и, наконец, значит, пломба была поставлена, всё было прекрасно. Сползла я с кресла и спрашиваю, ну тоже как бы такая заражённая вот этим вот прекрасным, нежным, возвышенным, говорю, Фанечка достала чековую книжку, будьте любезны, сколько же мне вам вот выписать. И она мне говорит, можете выписать до хуя. Надо сказать, что я человек бывалый, но тут как-то замерла. И не зная, как ответить, что сказать в этой ситуации, проговорила, ну, вы знаете, столько у меня нет. Но если вы скажете сумму, то я, и она залилась краской, воскликнула, боже мой, что вы подумали, в моём доме чек да хуй, это просто отсроченный чек, я хотела сделать вам любезность, чтобы, знаете, не сразу и так далее, и так далее. И я, соответственно, тоже пунцовая от стыда, всё это дело наматывала на ус. А ещё более скабрезная история произошла здесь с нашим приятелем, с художником Симой Островским. Был он страшный матершинник. Приехал в Израиль, голый, босый, а жить-то надо. Но друзья посоветовали ему преподавать. Частные уроки рисунка и живописи давали здесь неплохой заработок. А друзья даже организовали двух учениц, двух девочек-близнецов лет 13 из города Риги. Только, Сима, предупредили, мы твой язык знаем, чтоб рот закрыл и молча преподавал. Понял? Понял, сказал Сима. Пришли девочки, косы заплетены, воротнички кружевные, платьица выглажены. Сима встретил их выбритым, суровым, немногословным, сказал. Вот вам бумага, акварель, кисти. Натюрморт вот поставил. Рисуйте. Разговаривать нельзя. Вопросов не задавать. Девочки приступили к рисунку, а Сима походил, расслабился, посвистал, побродил по комнате, подошел к окну, глянул в синее небо и мечтательно так проговорил. А если вопросы возникнут, вы мне хуяк записочку? Ой, стоит ли говорить, что эти ученицы были первыми и, в общем, последними. Так-то, мои дорогие, от себя убежать невозможно. В этом, думаю, вы меня поддержите. Надо же, как меня зацепила записка той почтенной дамы давешней. Вообще с удовольствием выговорилась сегодня. Душу с вами отвела. Как гласил там девиз Всемирного Конгресса проституток, хорошим девушкам рады на небесах, плохим девушкам рады повсюду. Давайте будем оставаться людьми свободными, неподотчетными в своей речи ни цензуре, ни ханжам, ни начальству. Как говорил Марк Твен, давайте чертыхаться, пока нам это позволено. В раю нам этого не позволят. Дина Рубина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова